так хорошо вопрос интересный алекс задавала же вопрос о том что мне на работе понравилась женщина старше меня на 17 лет мне 26 как рекомендацию так как рекомендацию не получил как к ней подкатить я начал действовать сам правильно правильно надо действовать неважно с чего начинаешь важно начинать в третье признался что меня к ней влечет тянет хочется общаться она в ответ сказал что я взрослая для тебя к молодым нужно тянуться то есть ему нужно тянуться по совет так отдала 17 лет старше что типа тянись к молодым в итоге посмеялись отшутились сейчас у нас просто общение вопрос как мне правильно развивать не коммуникацию и прожимать напомню у нее есть муж и двое детей ну слушай недавно я в телеге не знаю видели мой пост или нет значит очень простую технологию соплазнения современных современной формировки понятную для всей молодежи там восемнадцатилетний двадцатилетний написал 26 лет почему потому что она оттуда и вышла то есть короче один из моих древних учеников ну как древних он еще с 26 лет но он начинал когда ему было восемь написал мне прочитав мою новую книжку написал мне я говорит ту книжку назвал наебал выебал потому что смысл в том что ну наеби и выеби я это просто пропечатал в голове да там книгу новый когда придумали как назвать думали о названии богатый лох но все дико отмораживались это название говорили что значит сперва всем очень зашло название богатый лох и все ее называли богатый лох потому что ну классное название и стиль богатый лох мне очень нравится но потом значит издательство очень сильно в позу встала что типа алекс ну как можно книгу назвать богатый лох капец все мы значит это дело решили закрыть потому что ну очень-очень такой отзыв был от мужчин что мы не хотим себя считать лохами но вот предложение от одного человека было назвать книжку наебал выебал она абсолютно соответствует тому что в книге то есть когда мы соблазнением занимаемся это все наебалово по сути вот все соблазнение это сплошной обман ну по-честному как-то соблазнить вообще говоря если эволюционно посмотреть как развивались там организмы да и посмотреть как происходит соблазнение то по сути задача соблазнителя любого это каким-то путем взять обманным там зажать как-то самку где-то как-то возбудить и трахнуть вот соблазнение к сожалению все-таки а это нечто наследованное нами очень давно то есть грубо говоря воображение это что-то очень новое да то то что есть только у людей воображение ну последние там данные может потом когда-нибудь откроешь то есть воображение и пространственное мышление у кошек и собак и так далее но все-таки способность там к воображению многие нейробиологи относят к людям что это отличительная особенность такая передача мысли на расстояние это тоже на это способны только люди на соблазнение это чисто животная тема абсолютно она была есть и будет у нас всегда по сути вот это соблазнение для размножения это наш основной инстинкт который еще от микроорганизмов пошел он настолько древний что просто капец и самая главная задача это результат то есть это чтобы твой член оказался в ее и оплодотворение произошло и многим это не нравится да многие говорят о алекс но это же животная история но сейчас ты будешь топить за то что типа мы все животные и так далее ну а что а делать но это правда и вот до возникает такой вопрос неужели нельзя честно ну честно а как ты честно как честно можешь это сделать я начинал свои книги описывать да есть вариант честно между двумя полами идет война женщина женщина хочет реализовать свои интересы постоянно и всегда а ты свои интересы какие у женщины интересы у женщин интерес это родить ребенка и дальше интерес чтобы ее содержали это совпадает с твоим интересом трахнуть ее получить удовольствие в сексе с ней нет не совпадает почему женщина тоже очень хочет трахаться она очень хочет трахаться так как как любой живой организм она тоже хочет секс хочет секса сильно но тут есть одна проблема для женщин с математической точки зрения женщина очень хочет сильно секса с постоянным партнером который будет дальше с ней длительный период времени а мужчине нужны постоянно разные это статистика нам показывает то есть вот девушка любого уровня вообще совершенно любая абсолютно любой любая по красоте там антропометрии так дальность только не совсем конченая бомжиха да да и той бомжиха даже который вообще не совершенно низкого социального статуса выйдет на скажет секс кто хочет секса что будет с вероятностью 100 из 100 очень быстро она найдет с кем переспать если ты выйдешь мужчина так вот скажешь сексе сразу разбегаться в разные стороны да потому что мужчина охотник то есть ты выпускаешь свою сперму ты тебе надо сперму запустить куда-то чтобы там начался процесс некий они все пытаются от этого улизнуть как-то понимаете и вот чисто математически если рассуждать даже женщины нам враги ну даже не враги они жертвы наши то есть они наши жертвы которые разбегаются от нас когда мы выходим на охоту и понятное дело что их скажем так если раньше например когда не был такого давления социума на нас сильного как сейчас да мы были реальными животными выходили на охоту и там так короче сейчас я иду охотиться и первый папа то есть вот просто нету никакого общества дикари мы все дикари если я вижу красивую привлекательную самку да то я иду на нее если она оказалась одна я ее трахну по-любому потому что я животное я в лесу вокруг никого она я нет социума я животное утро у нее нет шансов никаких вообще мы только появляется социум у нас возникают ограничения потому что у нее есть брат папа племя и и защищающие и писью от того чтобы оплодотворил мне приходится начинать включать мозг и начинать с ними договариваться я прихожу к папу к брату и говорю ребята я хочу у меня серьезное намерение хочу сделать я свою жену и там туда-сюда и начинаю с ней вести вот эту игру по ее соблазнению это это реальность нашей жизни дальше идет развитие там мы развиваемся развиваемся в результате возникает такое общество где мужчине приходится притворяться то есть я самец у меня мужика инстинкт тестостерона готов просто изнасиловать любую самочку которая мне попадется голая просто без вопросов но мне приходится все контролировать потому что нельзя этого делать нельзя а хочется хочется а нельзя мне приходится себя сдерживать учиться сдерживать и мы научаемся правильно себя вести и многие из нас начинают притворяться что мы управляемые что нами можно управлять притворяться вот притворяйтесь это для того чтобы противник наш враг расслабился чтобы он расслабился и оказался вместе в комнате да где ты можешь ее взять и чпохнуть атаковать то есть задача какая глубинная идея всей этой философии что нам необходимо наебать женщину тем что мы хорошие пушистые не опасные совсем для нее не собираемся ничего такого плохого делать трахать ее и вообще хотим с ней заниматься обсуждением оттенков разно разнообразных вин или просмотром различных фильмов нам интересно с ней знаю заниматься там разными смотреть на звезды в телескоп мы должны притворяться играть на самом деле все понятно чего мы хотим на самом деле смотрим телескоп и смотрим какая охуенная жопа как классно было бы сейчас прямо возле этого телескопа нагнуть от ебать но надо притворяться почему потому что если раньше времени показать и это то пиздец она поймет к чему ты клонишь да и скажет о я не такая мне надо понятно да соответственно нет разницы сколько лет это женщине если она на 17 лет тебе старше она женщина это наш наша жертва это твоя жертва который ты должен наебать и выбрать и выбрать это все и те кто это поняли имеют кучу телок а те кто это еще не поняли они по правилам пытаются действовать а то что что про разницу в 17 лет ребят да неважно какая разница в 17 лет 20 лет 30 лет минус 17 плюс 17 это не имеет никакого вообще значения понимаете да то есть имеет только значение она женщина ты мужчина все больше нет значит никаких этих самых ну когда я обучаю женщин я это учитываю я все это учитываю объясняю им как играть на таких мужских инстинктах понимаете совершенно совершенно там противоположная стратегия по сути получается потому что я очень хорошо знаю мужчин так как я сам мужчина и я обучал 20 лет уже мужчин я знаю прекрасно мужчин чего не хотят как их склонить к отношениям чтобы ну то есть грубо говоря к тому чтобы мамочка нужно было регулярно там как надавить на разные такие эмоции как загнать подписи под каблок вот как вы все любите ласку как вы любите все стабильность стабильный секс и как вас легко качать все понятно вот это все по вот этим эфиром которые веду и вопросам которые мне задают и все это видно и соответственно представляете да что когда женщин начинаешь учить таким вещам они ох